МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги. Меня зовут Лаура Жакупова. Добрый вечер. В преддверии священного для всех мусульман месяца Рамазан Нурсултан Азарбаев посетил новую мечеть. Ее строят на набережной в Сыро-Аркинском районе столицы. Президенту представили подробную информацию о ходе строительства, а также рассказали об альтернативных источниках энергии, которые использовали для обеспечения здания электричеством и теплом. Сообщается, что зеленые технологии дают втрое больше электроэнергии от необходимого объема. Строительство зданий началось два года назад. Ведется оно за счет благотворительных средств. В ноябре 2016 года, 30 ноября, мы начали строительство. Осветили, я осветил место и официально начали строительство. Когда конструктивная часть уже была готова, были внесены корректировки в конструктивную и технологическую часть. Таким образом, мы снизили потребление тепла на 61%. Мы поменяли витражи энергосберегающие, трехкамерные, газонаполненные. Так многофункциональное стекло, которое отражает холод и тепло. И установили реквизиционную установку. То есть вот это тепло, 20 тысяч кубов, оно не удаляется, как в обычном здании, из помещения. Оно используется для подогрева свежего воздуха. То есть 30% энергии, тепловой энергии в городе мы берем. Но электроэнергию мы производим самостоятельно. Мы снизили в проекте, снизили на 87% вентиляцию. Мы снизили на 80% охлаждение. И освещение у нас было сразу заложено, энергосберегающее. Таким образом, мы производим энергии больше в три раза, чем потребляем. Проект новой мечети отличается от других существующих в Казахстане. Она выполнена в стиле постмодернизма с применением традиционных орнаментов и декоративных элементов. Основное здание имеет сложную полусферическую форму, состоящую из треугольных наклонных плоскостей, завершающуюся куполом. Его диаметр 26 метров. Внешний дизайн мечети напоминает цветок и одновременно грани алмаза. Высота минарета, расположенного с северной стороны от главного здания мечети, превышает 43 метра. Новая мечеть рассчитана на 750 посетителей. О повестке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета говорили сегодня в Акурде. Нурсултан Азарбаев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. Глава государства подчеркнул высокие результаты работы ЕАЭС и отметил возросшее внимание других стран к объединению. По словам президента, в прошлом году товарооборот между участниками Союза вырос на 27%. Проявили интерес к объединению и другие государства. На сегодняшний день сотрудничество налажено более чем с 40 странами. В свою очередь Тигран Саркисян проинформировал президента о текущей работе Евразийской экономической комиссии, а также уточнил, какие вопросы намерена поднять на заседании казахстанская сторона. Четвертый год работы нашего Евразийского экономического союза и прошлый 17 год был самым удачным. Товарооборот между нашими странами вырос на 27%. Промышленность, сельское хозяйство. Чувствуем, что есть большой интерес к нашему объединению. 40 стран сотрудничают. Мы встречаемся с вами накануне саммита глав государства, членов Евразийского. Я знаю, что на повестке дня вопросы, которые согласованы. Думаю, что проведем нормально этот саммит. Обсудим вопросы непростые, которые ожидают нас в связи с санкциями, в связи со всеми делами, что есть вокруг и внутри нас. Поэтому прошу. Прежде всего хочу воспользоваться моментом и поздравить вас с праздником, который вчера праздновал Казахстан, с Днем Единства Народов Казахстана и пожелать процветания Казахстана и его народу. Как вы отметили, мы действительно на уровне совета согласовали повестку очередного заседания Высшего совета. И, в принципе, по всем вопросам повестки у нас есть согласованные позиции стран. По поручению совета я хотел бы с вами обсудить несколько деталей, как нам лучше провести заседание Высшего совета. И какие вопросы Вы бы считали важным, чтобы мы бы акцентировали внимание на этих вопросах, какие вопросы надо озвучивать. И вторая часть – это вопросы, как нам продолжить углубление интеграции, на какие вопросы необходимы коллеге и нашему совету обращать особое внимание. И ваши замечания, предложения очень важны для нас в этом плане. Жиженый газ в Казахстане хотят поставлять на рынке через электронные торговые площадки. Эту систему предлагают ввести со следующего года. Об этом стало известно сегодня на заседании Мажелиса. Депутаты рассмотрели поправки в закон о газе и газоснабжении. Их одобрили в первом чтении. Изначально через новую систему планируют поставлять до 20% голубого топлива. Затем эту долю увеличат. Документ направлен на предотвращение ожидаемого дефицита жиженного нефтяного газа. Законопроект инициировали депутаты. Причиной называют они ситуацию на рынках. Согласно закону о газе и газоснабжении, на жиженный газ устанавливается предельная оптовая цена. Она сегодня составляет чуть более 38 тысяч тенге за тонну без учета НДС. Сумма существенно ниже не только экспортных, но и оптовых цен в приграничных странах. А это стимулирует незаконный вывоз топлива из Казахстана. Также мажористмены взяли в работу конституционный законопроект о поправках в конституционный закон о выборах в Республике Казахстан. Они должны способствовать обеспечению максимально открытого и демократичного выборного процесса. Также депутаты одобрили поправки в законодательство по вопросам деятельности некоммерческих организаций. Казахстан усилит несырьевой экспорт. Сегодня на заседании правительства министр по инвестициям и развитию Женис Хасымбек отметил, что в течение месяца ведомство подготовит предложение по изменению законодательства. Будет создан комплексный механизм развития экспорта по зонтичным брендам. Предусмотрены специальные понижающие тарифы для бизнеса на электроэнергию и транспортировку, а также устранены барьеры при отправке товаров за рубеж. В итоге в 2022 году несырьевой экспорт должен быть увеличен в полтора раза. Министр также отметил, что внешнеторговый оборот Казахстана увеличился на 25%, до 69,5 миллиардов долларов экспорт вырос на 30% и составил свыше 48 миллиардов долларов. В настоящее время для успешного выполнения вышеуказанных задач имеются некоторые барьеры, а именно недостаточное использование государственными органами и бизнес-сообществом основных положений подписанных преференциальных торгово-экономических соглашений. Для активизации предлагаем проводить в рамках проектного офиса на регулярной основе оценку текущего состояния двусторонних торговых соглашений со странами приоритетного и высокого экспортного интереса, определенными в стратегии. Это Россия, Китай, Индия, Иран, Турция, Беларусь, Узбекистан, Украина и Кыргызстан. Расширить полномочия общества по защите прав потребителей предложили в Министерстве нациоэкономики. Глава ведомства Тимур Сулейменов представил в правительстве годовой отчет. По его словам, в 2017-м на предпринимателей поступило свыше 23 тысяч жалоб. Больше всего обращений зафиксировано в сфере оказания финансовых услуг, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и розничной торговли. Решение этих вопросов министр предлагает наделить общество правами, проводить проверки, контрольные закупы, фото и видеосъемку, а также стимулировать их объединяться в ассоциации. По мнению Тимура Сулейменова, это позволит развить институт коллективных исков. Казахстанцы в сфере электронной торговли практически лишены возможности произвести возврат некачественного товара, либо защитить свои права при непоставке или несвоевременной поставке товара. В этой связи подготовлены необходимые изменения в законодательство. Вместе с тем министр здравоохранения Елжан Бертанов доложил о проверках, проведенных ведомством в прошлом году. Он отметил, что зафиксированы случаи подделки молочной продукции. Такой товар приходит из-за рубежа, в основном из стран Беларусь, Украина, Кыргызстан и Франция. Проводилась работа по выявлению пищевой продукции, не соответствующей требованиям тех регламентов. Основное количество фальсифицированной продукции приходится на молочную масложировую, где под видом натуральных реализуется продукция, содержащая растительный жир, не заявленные на этикетке. Так, из исследованных 2000 проб молочной и масложировой продукции фальсифицированной признано 29%. 20 тысяч образовательных грантов выделено в этом году. 11 тысяч из них рассчитаны на специальности технического направления. Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций рассказал вице-министр образования и науки страны Асхат Аймагамбетов. Выбор технических специальностей, по его словам, даст абитуриентам большое преимущество. Ну, что касается единого национального тестирования, то формат его проведения остается прежним. В этом году оно пройдет по всей стране. С 20 июня по 1 июля это уже будет в 15 раз. Экзамен включает вопросы по пяти предметам. Трем обязательным и двум профильным на выбор. С 2004 года в ЕНТ приняли участие миллион 600 тысяч казахстанцев. Уже в прошлом году наши выпускники сдавали по новому формату. И, значит, АЛТМБЛГ присваивали уже в школах, аттестат получали в школах, экзамены сдавали в школах. А для поступков, а ЕНТ стало только процедурой поступления в высшие учебные заведения. И в этом году этот формат не меняется, формат остается прежним. Парламент принял соответствующие изменения в закон Республики Казахстана об образовании. И теперь обладатели АЛТМБЛГ имеют преимущественное право только при равенстве баллов. Министерством образования рейтинг по итогам ЕНТ не ведется. И мы просим тоже регионы не оценивать школы по итогам сдачи единого национального тестирования. В 2007 году, выступая на площадке, Давосского экономического форума, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил вопрос создания собственной базы управления экономикой. В это время экономика всего мира переживала серьезный спад, причиной которого стали дефекты мировой валютно-финансовой архитектуры. Буквально через год в Астане впервые начала работу площадка Астанинского экономического форума. У меня программа, первая программа Астанинского экономического форума 2008 года. И здесь как раз указано, основная задача Астанинского экономического форума. Она состоит в том, чтобы мы занимались не реальной экономикой, не финансовыми секторами экономики, развития, а именно занимаясь управленческой экономикой. Суд управленческой экономики состоит в том, чтобы согласовать, гармонизовать развитие реального сектора и финансового сектора экономики. Сайлау Байзаков был модератором самого первого Астанинского экономического форума в 2008 году. Тогда в Астану съехались именитые эксперты в сфере финансов и экономики со всего мира. Пытались найти ответ на вопрос, как отойти от однополярной глобальной валютной системы. С тех пор форум стал проводиться на постоянной основе. На протяжении 10 лет уже этот форум зарекомендовал себя уже и в мировом сообществе, в научном, экспертном и среди, скажем, политических деятелей и действующих экономистов. Надо сказать, что за эти годы на Астанинский экономический форум обычно в среднем ежегодно приезжают около 7 тысяч участников и представителей более 100 стран мира. Традиционным стало, что на форуме участвует несколько нобелевских лауреатов именно в сфере экономики. Лучшие эксперты, политики высшего уровня, ученые с мировым именем. Одним словом, бомонд научного и делового мира. Они не только обсуждают угрозы и вызовы, но и ищут решения глобальных проблем. Экологии, демографии, экономики – это вызовы, которые так или иначе влияют на глобальную безопасность. В 2012 году рекомендации Астанинского экономического форума были представлены на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН и получили высокие отзывы от генерального секретаря организации Пан Гимуна. Астанинская декларация легла в основу основных направлений протокола мирового антикризисного плана для государств-членов ООН. Он важен с точки зрения увеличения притока зарубежных инвестиций в нашу страну. То есть, безусловно, это, скажем, популяризация тех процессов экономических, которые происходят в нашей стране, в нашем регионе, на пространстве Евразии. Но, кроме того, периодически, ежегодно АЭФ заканчивается подписанием конкретных меморандумов, конкретных инвестиционных соглашений. За всю историю форума было заключено более 300 меморандумов и соглашений на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов. В этом году темой Астанинского экономического форума станет «Новая Евразия. Увеличение торговли и инвестиций от Шанхая до Лондона». А сам форум будет трансформирован в мировой саммит глобальных вызовов. На Global Challenges Summit 2018 поднимут темы экономического роста и ресурсной устойчивости, цифровизации и урбанизации, долголетия, финансовой революции и безопасности. Уже четыре месяца как действует таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Он ратифицирован всеми странами-участницами – Казахстаном, Россией, Белоруссией, Кыргызстаном и Арменией. Но вся евразийская пятерка уже теперь должна реализовать в национальном законодательстве те нормы, на которые есть отсылки в новом кодексе. Казахстан стал первым государством, успешно прошедшим этот этап. Об этом заявили в Москве представители Евразийской экономической комиссии на конференции под названием «Таможня для бизнеса. Жизнь по новому таможенному кодексу ЕАЭС». Нормы кодекса значительно упрощают процедуры для бизнеса. Действует электронная декларация товаров, принцип одного окна, а также четыре часа на прохождение таможни вместо прежних 24 часов. Правила теперь едины во всех странах. Первые итоги показали, что кодекс работает, и он успешно вступил в силу с 1 января 2018 года. Многие новеллы начали работать непосредственно с 1 января, но большой пласт работы еще предстоит сделать на национальном уровне. И здесь следует отметить Республику Казахстан, поскольку первый закон, пока единственный, который принят на национальном уровне, это в Республике Казахстан. То есть все те отсылки, которые были на национальное законодательство, они в Казахстане уже реализованы. Приветствую скорость, с которой в Казахстане было принято это решение. Мы в определенной степени с завистью смотрим на то, как казахский законодатель работает. Государственный секретарь Казахстана встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в нашей стране Саид Икрамом Ниясходжаевым. Гульшара Абдекаликова подчеркнула, что две страны связывают многовековые узы братства, культурная общность, подлинная дружба и сотрудничество. Во время встречи Гульшара Абдекаликова рассказала об основных направлениях внутренней политики Казахстана, о запланированных мероприятиях в рамках года Узбекистана в нашей республике. Коллеги также отметили положительную динамику двустороннего товарооборота. Впервые в истории нашей республики и страны СНГ в Алматы сегодня открылась региональная конференция национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. На повестке дня гуманитарное сотрудничество, помощь людям в международных конфликтах и современные вызовы миграции. По словам экспертов, в качестве площадки Казахстан выбран не случайно. С момента независимости мы всегда выступаем за мирный диалог и участвуем в международных гуманитарных программах. Приветственное слово президента Казахстана к участникам конференции зачитал Аким Алматы. Региональная конференция национальных обществ Красного Креста и Полумесяца проходит раз в четыре года. На нынешней присутствуют представители более 50 организаций. В каждой высоко оценивают миротворческую деятельность Казахстана. Республика по праву признана страной-миротворцем. Подтверждением тому и астанинский процесс, результаты которого становятся все ощутимее. Казахстан сегодня ключевое государство Евразии, которое выступает в роли медиатора в разрешении международных кризисов. Также город Алматы успешно справляется с ролью международной площадки для деловых встреч. Осенью этого года совместно с ООН был открыт региональный хаб. И мы приглашаем Международный комитет Красного Креста рассмотреть вопрос размещения своего представительства в нашем городе. На конференции представители национальных обществ Красного Креста обсуждают и вопросы взаимодействия. Координация действий важна во время выполнения миротворческих миссий. То, что сегодня мир переживает различные кризисы, вооруженные конфликты, страдает сотни тысяч людей. Итогом конференции станет принятие Алматинской декларации. Это будет своего рода дорожной картой для обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на ближайшие четыре года. Казахстан и Латвию соединило прямое регулярное авиасообщение. Полеты по маршруту Алматы-Рига будут выполняться три раза в неделю. Новый рейс будет содействовать развитию двусторонних отношений, туризма и налаживания деловых контактов между странами. На торжественной церемонии открытия нового направления побывала Марина Петрова. В Международном аэропорту латвийской столицы царит праздничная атмосфера. Здесь провожают в путь первый рейс из Риги в Алматы. Долгожданное событие сопровождается выступлением казахстанского танцевального коллектива. А первых пассажиров нового маршрута угощают праздничным тортом. Теперь у жителей Казахстана и Латвии есть возможность путешествовать между странами без пересадок. Открытие прямого авиасообщения между странами – это очень важное событие в латвийско-казахстанских отношениях. Представители наших стран провели огромную работу над подготовкой этого рейса. Его открытием мы надеемся увеличить число туристов как в сторону Латвии, так и Казахстана. Перевозить пассажиров между Алматы и Ригой будет латвийская национальная авиакомпания. Для авиаперевозчика это направление является единственным в Центральной Азии и вторым самым длинным в сети маршрутов. Новый рейс уже пользуется большим спросом. На первом прямом самолете в Казахстан отправилось свыше 120 пассажиров. Мы будем продолжать рассматривать и другие направления в Казахстане, увеличивать сотрудничество. Но в данный момент, конечно, мы работаем очень усердно, чтобы рейс был популярен и оправдал наши надежды. И вот, например, уже первый рейс показал, что, скорее всего, нас ждет успех, потому что очень хорошая загрузка уже на первом рейсе. Рады новому направлению и в международном аэропорту латвийской столицы. Здесь надеются, что рейс Алматы-Рига будет востребован не только среди путешественников, отправляющихся в отпуск, и представителей деловых кругов для бизнес-поездок, но и для транзитных пассажиров. Казахстан славится своей богатой культурой и историей, а Латвия – природой и побережьем Балтийского моря. Благодаря новому авиарейсу все это теперь стало намного доступнее для жителей двух стран, которых теперь разделяет чуть более пяти часов полета. Марина Петрова, Сергей Самойлов, Хабар-24, Латвия. Из-за прорыва канализационного коллектора жители нескольких микрорайонов Уральска остались без холодной воды. Ее подают по графику на 2-3 часа. Воду подвозят в жилые дворы. Уже третьи сутки коммунальщики пытаются устранить последствия аварии, но пока что четно. При городском Акимате работает спецкомиссия. Она выясняет причины случившегося. Ну а сам коллектор, к слову, был сдан в эксплуатацию всего лишь 9 лет назад. Таких очередей у водовозов в городе давно не было. Из-за коммунальной аварии без холодной воды осталась северо-восточная часть Уральска. Прорыв случился на обводном канализационном коллекторе. Он обеспечивал бесперебойный пропуск сточных вод из семи городских микрорайонов. Грунтом расплющило канализационную трубу. Сейчас водоснабжение есть, но по графику и недолго. Дали утром воду и опять отключили. Покупаем по 5-6 бутылок. Это на полдня хватает, потому что туалет же надо смывать. И это пить, кушать надо. Коллектор построили 9 лет назад. Почему он так быстро вышел из строя, выясняет специальная комиссия при городском Акимате. Комиссия участвует в предприятии Акимата, отдела ЖК, со самих эксплуатационных, 21С, кто проектировал трубу. Сейчас заменятся участки, порывы непосредственно. Средства будут только после устранения все почиститься. Срок службы где-то 50 лет она должна быть. Нам нужно сейчас обеспечить проходимость стоков. После этого нужно будет капитально нам сделать временные, откатывающие трубу. После этого уже полностью раскопаем траншею и укладка трубопровода. Оперативно устранить последствия аварии коммунальщики не могут. Поврежденная труба лежит слишком глубоко. Кроме того, коллекторы проложены вдоль оживленной автотрассы. Это затрудняет работу. Всего замене подлежит больше 60 метров трубопровода. Сказать, когда закончится ремонт, специалисты пока не могут. Асилия Русалиева, Руслан Газезов, Канат Махмутов. Уральск, Хабар, 24. Такими были итоги середины недели.